И давайте с вами договоримся, если вы под этим роликом, вот прям за сегодня, да, я ролик выпущу днём, наберёте до конца дня 300 лайков, или же 6700 подписчиков у меня на канале, то я залью второй ролик по открытию прямо сегодня. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в нашей с вами любимой игре выходит новый ивент Warpaint. Прямо сейчас с вами заходим, я, разумеется, в игре уже был, всё видел, и могу выразить своё недовольство тем, что и рулетку, и кейс у нас выпустили в один день. А для меня, как для контент-креатора, это крайне и крайне неудобно, я сильно бомбил с утра по этому поводу, но я не буду сейчас заострять на этом внимание, потому что это лично сугубо моя проблема. Для обычных игроков, в принципе, мне кажется, вообще не суть важно, когда выходит ивент, выходит ли он одновременно с рулеткой, мне кажется, вам эта тема совершенно безразлична, поэтому не буду на этом заострять своё внимание. Сегодняшний ролик будет посвящён именно рулетке, опять же, потому что рулетку надо снимать в первый день её выхода, иначе потом, к сожалению, ролик по ней уже никому не будет нужен. Поэтому сегодняшний ролик будет по рулетке, но у меня есть возможность сегодня отснять ролик по открытию кейсов, новых Warpaint кейсов, и давайте с вами договоримся, если вы под этим роликом, вот прямо за сегодня, да, я ролик выпущу днём, наберёте до конца дня 300 лайков, или же 6700 подписчиков у меня на канале, то я залью второй ролик по открытию прямо сегодня. Опять же, не хочу вас специально байтить, просто поймите меня правильно, хочется, чтобы подобные ролики набирали, а если выпускать два ролика в один день, то, как правило, один из них не залетает в рекомендации. Поэтому ничего личного, просто алгоритмы, ну и вообще 60% смотрят без подписки, вообще обидно наблюдать подобную статистику, поэтому если вы хотите меня поддержать, и вообще хотите сегодня, чтобы вышел ролик по кейсам, то давайте проявим под этим роликом хороший актив. Давайте уже перейдём непосредственно к рулетке, я, наверное, задолбал своей болтовнёй излишней. Вот так она выглядит, я не буду заострять внимание на интерфейс, я уже был, собственно, ознакомлен с ним раньше, на мой взгляд, выглядит крайне стрёмно, но я не буду по этому поводу бомбить. По содержанию, кстати, рулетка состоит лишь из 8 слотов, а не из 10, как обычно, но и, как мы видим, с вами прокруты тоже стали дороже. Поэтому сегодня, кстати, заодно посчитаем, сколько вообще кредитов выйдет в фулрулетка, но мне кажется, плюс-минус будет так же, как и все предыдущие. По скинам у нас есть вот такие вот перчатки, такой вот керамбит, выглядит достаточно неплохо, чисто на картинке. Ну, калашик, единственное, кстати, вот вы посмотрите на немного пиксельную графику, вот если мы откроем кейс, нет, не кейс, подождите, я, вот, эмблему, точно, я просто смотрел с телефона, эмблему, ну вот посмотрите, насколько это пиксельно смотрится. Я не знаю, с чем это связано, но это дико пиксельно. Ладно, не суть, в принципе, погнали открывать, кредитов на балансе у нас огромное количество, рек идёт, если что, я проверил, поэтому погнали. Нажимаем кнопочку вращать. Так, ну и что нам выпадет, ставлю на эмблему, вообще ничего, на самом деле, экстраординарного не жду, ну да, эмблемка нам падает. Ставить её, на самом деле, ладно, поставлю, пофиг. Так, второй паркутер уже за 400, да, тот был 170, я думаю, в конце открытия посчитаем, сколько у нас всего это вышло. Ну, блин, рулетка стала значительно дороже, нам падает кейсик, кстати, Operation Warpaint. Блин, кейсики я хочу потом оставить, не хочу их сейчас открывать, вдруг мне седьмой тир выпадет. Собственно, третий паркрут уже стоит 690, достаточно дороговато. Так, падает нам, снова кейсик, прикольно. 1350 за четвёртый паркрут, слушайте, ну, мне, я не удивлюсь, если рулетка выйдет ещё и дороже, чем была до этого. Калашик четвёртый тир нам падает. Неплохо, кстати, вот что касается скинов, рулетка, в принципе, годная. Но тут проблема в том, что скинов, в принципе, мало, да, то есть здесь по факту только 4 годных скинчика. Но не суть, но не суть. Следующий, 2040. Слушайте, мне прям интересно, сколько по итогу у нас выйдет. Ну и, скорее всего, да, падает юс, в принципе, неудивительно. Давайте, кстати, все скины, которые нам падают, будем ставить. И, кстати, я что-то с самого начала не обратил внимания, это та самая рулетка, в которой у нас не будет скинов на гранаты. 2880 у нас. Следующий прокрут. Падает нам, ну, авик должен падать. Да, разумеется, падает нам авик. И остается у нас либо перчатки, либо нож. Я лично уверен, что будут сначала, вернее, будет сначала нож, потому что по статистике он падает, собственно, раньше. Но вы можете написать свою версию в комментариях. Я ставлю на нож. И что нам падает? И падает нам нож. В принципе, я угадал. Нажимаем использовать. И последний прокрут у нас 6000. Нажимаем вращать. И получаем кредиты. Ой, как же лол, да. Получаем кредиты. Тратим 6000 кредитов и получаем перчатки The Mark. Они только за Т. Насколько я понимаю. Кстати, были разговоры еще о какой-то второй рулетке. Я так понимаю, во второй рулетке будут перчи только за КТ. Я не очень понимаю, что за вторая рулетка. Кстати, эта рулетка сколько идет? 12 дней. То есть, возможно, они за ивент выпустят целых две рулетки. И это будет вообще впервые на моей памяти, как минимум. Вообще, две рулетки за один ивент. Посмотрим, что разработчики сделают. Ну, вот та вторая рулетка, судя по сливам, мне больше импонирует, чем это. Ну, посмотрим. Вообще, общая цена, на которую у нас вышла фулрулетка, это 17730 кредитов. Поэтому для тех, кто будет покупать такая вот цена, она стала чуть-чуть подешевле, примерно на 1000 кредитов. Но, опять же, незначительно. Поэтому скинчики я все поставил. Пойдемте обозревать это в игре. По традиции, будем обозревать на карте Village. Поэтому давайте мы с вами сразу уберем интерфейс, дабы смотреть было удобнее. Ну что, давайте начнем, наверное, с ножа и перчаток. Самое основное, самое интересное. Что могу сказать? Я считаю, что это не особо смотрится именно как сет. Давайте вот встанем на свет. Ну вот как сет оно не особо смотрится. Ну вот давайте будем честны. Ну, разные оттенки. Ну, блин, я не знаю, как сет не особо. По отдельности, кстати, перчатки годные. Вот перчатки, если рассматривать только их, они годные. Нож. Блин, господи, я в кнопках немножко путаюсь. Так, нож сам по себе тоже годный. Но как сет я не знаю. Лично я как сет данное сочетание не вижу. То есть, немножко ребята перемудрили, мне кажется, с цветами. Но в целом неплохо, опять же. То есть, по отдельности, что ножки, перчатки годные, здесь спору нет. В принципе, кстати, перчатки очень нравятся, как сделано. Вот внутренность такая прокрашенная. Блин, четко, перчатки четкие. Но мне кажется, нож к ним нужно какой-то другой подобрать. Пока вот так, собственно, на ум ничего не приходит, чтобы можно было сюда поставить. Но надо будет поэкспериментировать. Опять же, можете написать, как вам вообще данный сет в комментариях. Дальше у нас точно был юспик. Это я помню. Ну, блин, юспик. Не знаю, на четвертый тир он особо не тянет. Просто красный юспик с такими вот... Я даже не знаю, как это назвать. Типа как шрамами, я не знаю, как трещины. Блин, ну такое, честно. Максимально дефолтно. Ну, типа, ничего плохого не могу сказать, но и ничего хорошего. Дальше у нас идет калашик. Блин, вот калаш, кстати, классный. Калашик кайфовый. У меня калаш сделан прикольно, реально. Калаш нравится. И, кстати, к перчаткам хорошо смотрится. Калаш зашел. Калаш хороший. Калаш хороший, спору нет. Дальше у нас будет, получается, АВП. А вот АВП, кстати, не знаю. Вот эта вот белая часть под конец, мне кажется, портит скин. Им надо было его сделать полностью. Ну, собственно, выдержать тональный скин в одном цвете. Потому что... Ну, это понятно, это сделано как череп. Ну, блин, я не знаю. Лично для меня вот эта белая часть скина, которая наиболее приближенная, собственно, к камере, она портит скин. Опять же, субъективно мое мнение, но в целом скин неплохой. Давайте вот сейчас на свет встанем. Ну, в целом неплохо. Но, опять же, с перчатками, мне кажется, не особо сочетается. С какими-нибудь эсидами, мне кажется, смотрелось бы лучше. ХЗ. Так, в принципе, неплохо, да, в целом. Ничего прям сверх плохого не могу сказать. Ну, а по поводу белых тонов на скине, это уже мое, как говорится, субъективное мнение. В принципе, на этом все. Мы посмотрели все, что было в новой рулетке. Что могу сказать для тех, кто собирается ее покупать? Наверное, я бы все-таки посоветовал. Опять же, потому что что перчатки, что нож в целом неплохие. То есть я не могу прям что-то сильно отрицательного по поводу них сказать. Единственное, что лично, на мой взгляд, они не сочетаются в сете. Но, опять же, это дело субъективное. Возможно, кому-то данный сет понравится. Поэтому, если такие люди есть, напишите в комментариях ваше мнение. По поводу остальных скинов. Юспик не особо зашел. Но, в принципе, он и не особо плохой. Поэтому здесь, скажем так, ни рыба, ни мясо. А касаемо авика и касаемо колыша, в принципе, скины максимально кайфовые. Мне лично зашли. Поэтому могу посоветовать данную рулетку брать. Тем более, теперь она стала на тысячу кредитов дешевле. И, соответственно, наверное, большее количество человек смогут ее себе позволить купить. Ну, по поводу эмблемы, в принципе, ничего говорить не буду. По поводу кейсов тоже. Общую оценку рулетки я бы, наверное, дал где-то 7 баллов из 10. То есть, вот семерочка, в принципе, мне кажется, твердая. Разработчики постарались. Ничего сильно отрицательного по поводу рулетки не могу сказать. Опять же, напоминаю, прожимайте лайки, если хотите, чтобы сегодня же вышел еще второй ролик по открытию Warpaint кейсов. Поэтому, если 300 лайков за сегодня наберете, второй ролик выйдет. Ну, а с вами был Gamerus. Увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok